Здравствуйте! Мы сегодня собрались поговорить, знаете о чем? О заре космической эры, да? 57-й, 61-й год, вот такие вот времена. И у меня в гостях два офицера, полковник и генерал-лейтенант. Оба они работали на космодромах на Байконуре и на Плесецке, или в Плесецке. Космодром Плесецка. Космодром Плесецка. Сейчас я вам их представлю. Начну с полковника. Полковник Воробьев Владимир Александрович. Знаете, откуда я зачитываю? Из энциклопедии страничка. Он в энциклопедии прописан. И генерал-лейтенант Соколов Виталий Григорьевич. Соколов Виталий Григорьевич тоже персонаж энциклопедии. А разговор-то у нас вот между собой состоится по поводу, как это все было когда-то. Я помню, вот 57-й год я помню смутно. Я 54-го года саморождения, как запустили первый спутник. А вот 61-й, и вот то, что перед ним вот этих всех собак пускали. В три года надо было запомнить. Ну, вот не знаю. Собак пускали когда, когда вот эти первые лунники были, первые искусственные планеты. Луна-1, она же промахнулась мимо Луны-то, да? Ну, сделали вид, что вот первая искусственная планета Луна-1. Вот и все. Вот такие вот были фантастические, в общем-то, достижения. И когда вот Гагарина запустили, какой-то подъем такой был. Помню, вот утром я уже поднялся, и вот по радио объявили. Значит, я еще ребенок был, сколько там, я уж не помню, 6 лет, наверное, было мне, да? И вот объявили, что запустили вот корабль-спутник, совершил полет вокруг Земли, значит, совершил успешную посадку. Я уже вот время услышал. О, какие помни были, романтические времена. Ну, вы извините, когда запустили первый спутник Земли, когда он передавал там, пикал, то было радости не меньше. Ну, вот я... 57-й год, я служил на Алтае. Мал был тогда. А мы, я помню. Это была, так сказать, тоже гордость наша. Гордость, да. А вот о том, как это было, вот Виталий Григорьевич, он... И, кстати говоря, мне вот совершенно сейчас вот непонятно, я вот так вот, ну, в общем-то, для техники не совсем чужой человек, как в ту пору вот эти вот большущие объемы информации поступали. Я даже помню, что вот Луна-2, которая на Луну-таки упала и доставила туда вымпел, да? Вымпел, она ведь до последнего момента показывала, передавала на Землю телевизионные изображения, вот, который в поле зрения камеры падающей аппарата был. Борис Сергеевич, можно я немножко раньше начну? Начните. Сказали, значит, началась вся эта эпопея в 57-м году. Да раньше, конечно. Она началась раньше. Конечно. То есть нам стало более известным. Да, можно я чуть-чуть уйду раньше? Значит, где-то в начале 50-х годов создалась ситуация, когда нашей стране, Советскому Союзу, надо было думать о том, как защищаться от вероятного противника. Было принято решение разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты. Ракеты средней дальности были. Была Фау-2, еще практически немецкая. Была ракета Р-2, созданная в Советском Союзе. По своим характеристикам отличалась существенно от Фау-2. Но ракет с баллистической, с межконтинентальной дальностью не было. Поэтому было принято решение принципиально правительством создавать такие ракеты. Это, простите, это когда было? При Сталине или уже при Куршеве? Это было при Сталине, потому что это был где-то, ну вот, 50-й, первый, 50-й год. И потому что уже в то время вот американцы так много авиации понасажали вокруг Советского Союза, а мы им ничем ответить не могли. Это и заставило, да. Мы не доставали... Кроме там дальних Туполевских бомбардировщиков? Мы не доставали с помощью авиации, мы не доставали до Америки в случае возникновения каких-то ситуаций. Значит, кроме того, средства ПВО были достаточно эффективны и не дали бы долететь этим самолетам. Поэтому надо было иметь средства доставки боевых зарядов к вероятному противнику. Вот такое постановление было принято. Оно реализовывалось очень масштабно. Ну, я по себе сужу. Я был студентом Ростовского института сельхозмашиностроения. Но под это постановление было еще, было принято решение из вузов, из всех вузов технических Советского Союза, собрать желающих и желающих и нежелающих, призвать в армию и отправить на подготовку в Академию Дзержинского. Вот я с 51-го года, практически с декабря месяца, я попал в Академию Дзержинского из студентов, значит, учиться в Академию. Нам дали очень хорошую подготовку. Нас познакомили с появившейся тогда уже ракетной техникой. И в 55-м году выпуск. Мерские, наверное, образцы показывали. У нас прямо лежала в лаборатории в разрезе Фау-2. Ну, для ребят, которые тоже к этому не прикасались, было это очень интересно. Новая техника совершенно. Было очень интересное время, вот, в смысле, нашего развития. В 55-м году состоялся выпуск из Академии Дзержинского, причем там еще было два набора, там порядка тысячи человек в общей сложности. Из Ростовского высшего артиллерийского училища был первый выпуск, там тоже большое количество офицеров. Кстати говоря, Академия Дзержинска, она ведь называется как? Как-то не полное это название. Технических войск, чтобы те, кто нас подслушивает, не подумали, что эта Академия имеет отношение к памятнику на Лубянке. Нет, значит, Академия в то время называлась Артиллерийская Инженерная Академия имени Дзержинского. Потом ее, вот в эти уже наши перестроечные времена, назвали Академия имени Петра Великого. А, сейчас ее переделали, что ли? Конечно. Петра Великого. Ну, если в шутку сказать, то мы по-старому говорим, Академия имени Петра Дзержинского. Петра Дзержинского. Чтобы как-то соединить эти понятия. И вот это вот огромное количество офицеров, специально подготовленных, оно было брошено на комплектование вновь создаваемого Пятого научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны. Это есть Байконур. Тот, который впоследствии назвали Байконуром. А тогда он, по-моему, назывался Тюратам или нет? Значит, Пятый НИИП МО дислоцируется в районе железнодорожной станции Тюратам. Не было там ни поселка, кроме станционных пристроек, ничего там не было. А вот в 36 километрах влево от железной дороги, которая соединяла Россию со Средней Азией, вот там началось строительство стартового комплекса для ракеты, ну, называлась она 8К-71, потом ее назвали ракета Р-7, потом Р-7А, а сейчас она называется «Союз», «Восток», «Молния». Это в основе одна и та же ракета. Ее потомки, да? Да, это различные модификации. 8К? 8К-71. Это комплекс К? Да, 8К-71. А сама-то 8М, наверное, была, нет? Нет, нет. 8К-71. Потом она была 8К-74. Это потом, это потом, когда ее принимали на вооружение. И вот создавалось грандиозное сооружение по тем понятиям, стартовый комплекс. Ну, что такое стартовый комплекс? Глубина более 40 метров. Это для того, чтобы отводить газы, да? Да, для газоотвода. А дальше, значит, с нулевой отметки наезжала ракета, с помощью устройств определенных устанавливалось вертикальное положение, подходили средства, подводили средства обслуживания. Ну, это вот все, что любят показывать по телевизору. Это такой вот стол такой, да? Ну, там он стол, стола как такого нет, а просто подходит. И туда идет огромный канал. А там, значит, выемка такая, в которую хвост ракеты опускается. И дальше канал газоотводящий. И вот, по-моему, была фотография, помню, когда я был маленький в журнале «Наука и жизнь», как раз вот со стороны отводящего канала. И было впечатление, что это такое стол, вот, ну, прям как стол стоит на ножках. Быки, два быка. Да, и под ним такая вот эта вот, так сказать, дыра для... Лоток называется. Да, лоток для отводящих газов. Вот этот стартовый комплекс, он создавался именно вот для первой межконтинентальной баллистической ракеты, которая его с 52-го июня 55-го года было принято постановление о создании пятого НИИП-МО. А в это же время началось строительство этого стартового комплекса. Это НИИП, научно-исследовательский институт. Пятый научно-исследовательский испытательный полигон Министерства обороны, НИИП-5МО. Стартовый комплекс был построен, ну, в рекордные сроки и по тем временам, да и по этим тоже. В течение полутора лет было вытащено грунт, более миллиона кубов, ну, и все сооружения, там, бетон, насколько из расхода, насколько кабельные сети, там, и оборудование. Вот только вы мне объясните. Ракета ведь делалась как средство доставки одержанного оружия. Да. Ну, вот такое вот грандиозное сооружение. Когда это, ну, под космические, там, так сказать, старты, да, запуск спутников, это понятно. Ну, в одном месте штучная вещь, оружие, оно должно быть расстрадоточено. Я представляю, это такая гигантская работа, огромные кубы. Ну, вот это что, по всей стране надо было столько точек построить? Значит, никто тогда о космосе, вот даже мы, которые... Нет, я понимаю. ...сможили, мы не говорили о космосе. Я понимаю. Создавалась для, только как боевая местная... Ну, это что, одна единственная пусковая точка? Одна. А в это время был такой проект «Ангара», о котором подробнее потом скажет Владимир Александрович, по которому для... 1937 год. Тех ракет, которые должны были быть испытаны вот на этом... Это, кстати говоря, «Гагаринский старт» как раз. Да, вот так его называют. Да, значит... По-моему, сейчас это функционирует? Отлично функционирует. Он претерпел много реконструкций, ремонтов, реконструкций. А что с него запускают? Все что угодно. В основном пилотируемый. А, в основном пилотируемый. Потому что вся боевая тематика в свое время была переведена на Плесецк. Так вот, по этому же постановлению, по программе «Ангара», на Северном полигоне создавалась боевая стартовая станция. Объекты 317-1, 2 и 3-4 «Спарка». 3-4, да. То есть там две пусковые установки вместе. Ну, войсковая часть одна была обслуживающая. Поэтому вот в 6, то есть 4 в Плесецке, 1 Гагаринский старт и на 31-й площадке на Байконуре тоже была создана стартовая система для вот этой знаменитой «семерки». Так будем говорить. Почему я ее называю знаменитой? Потому что таких долгожителей в ракетной технике, как эта вот конструкция, задуманная коллективом во главе с Сергеем Павловичем, нет аналогов в мире. Королевым. Королевым, да. Нет аналогов в мире. Создание и вот летные испытания, которыми мы занимались там, шли очень тяжело. Ну, в первый раз пакетная схема, до этого таких не было, были тандемные схемы, когда первая, вторая ступень друг над другом, а здесь все-таки пакет. Это, по-моему, кино было такое про, там его называли не Королев, его называли Бахтисарайцев, да? Помните такое? Да, это башкирцы. Башкирцы, башкирцы. Я знаю. Ну, понятно, что это, и вот там как раз это вот преподносилось, как вот такая вот техническая новинка, вот как раз это вот такое горизонтальное расположение этих ступеней. Мне не очень нравится, фильм нравится, ну, искусство. Хотя говорят, что нет, фильм так, многие оценивают его как хороший. Тогда он очень впечатлял. Да. Я тогда на первом курсе. Ну, у меня впечатление было достаточно. Кстати, вы мне все-таки по-простецки объясните, вот, как простому старшему лейтенанту. Да. Вот, получается, что было, делалось шесть... Шесть стартовых комплексов. Это что, значит, шесть ракет можно было в случае войны поставить, заправить, загрузить на них, значит, боевую часть и пустить. Я дойду до этого. Я до этого дойду. А это вот загружать, значит, не одни сутки, насколько я понимаю. Я дойду до этого, Борис Сергеевич. А суппостат, значит, в это время не выстрелит по ним ни разу. Я дойду и объясню. Хорошо, дай заходить. Итак, начались летные испытания. 15 мая 1957 года был сделан первый пуск с этого стартового комплекса. Пуск в целом оценивается как положительный, хотя ракета была аварийная. Но сам факт вот подготовки... А что ракета аварийная упала? Упала, конечно. Ну, нормально. Значит, что положительно? То, что сумели отработать всю подготовку ракеты на стартовом комплексе, электрические проверки, заправка. И сам факт выхода ракеты из этой стартовой системы, это было большое достижение. Ну, а потом был прогар хвостового отсека на одном из боковых блоков, и ракета упала километрах в 350 по трассе полета где-то в районе Джасказгана. Я почему это всё знаю, потому что я на всех аварийных пусках, почему-то меня включали в состав комиссий, которые летали на место, и мы там, значит, собирали обломки, актировали, фотографировали, потому что нужно было разбираться во всём этой деле. Поэтому я это хорошо очень знаю. Так вот, ракета полетела только с четвёртого раза, 21 августа. До этого были аварийные пуски. 1957 года. Да, тогда было такое заявление ТАСС на весь мир о том, что в Советском Союзе создана впервые межконтинентальная баллистическая ракета. Ну, дальность тогда не объявляли, но вообще-то она рассчитывалась на 12 тысяч километров. То есть, чтобы как раз долететь? Ну, конечно. И куда её пустили? В акваторию Тихого океана? Нет, в районе Камчатки была база падения блоков боевых. Но я могу ещё один секрет открыть. Когда ракета начала... Такой внимательный, я вас предупредить хочу, что за сохранение секретов... Когда ракета уже начала летать, причём с переменным успехом, было много аварий, очень тяжело шли испытания, то оказалось, что боевые блоки до базы падения не долетали. Они сгорали. Причём, потом получилось так, я не знаю, может я по-дилетантски немножко объясню, но они были заострённые вот головки, а оказывается, надо было затупить их. Обтекаемость слишком. Да, да, вот там видна какие-то аэродинамика, значит, приводила к тому, что они сгорали. Это потом было сделано. Так вот, эта ракета начала летать, и как только она начала летать, но в голове-то у Сергея Павловича Королёва, мы этого не знали, но у него-то мысли были. Он-то делал по заказу Министерства обороны этот комплекс, но сам-то думал о том, как запустить спутник. Дело в том, что американцы давно готовились к запуску искусственного спутника Земли. 57-58 год был назван Международным геодезическим годом, и вот к этому году были сделаны официальные заявления на международных форумах и нами, и американцами о том, что будет запущен спутник. И, конечно, Сергей Павлович, значит, он обладал колоссальной силой такого организатора, он Министерством обороны в части Байконура очень уверенно руководил и требовал, чтобы выполнялись все его задумки. Хотя он был и из гражданского ведомства. Хотя он был главный конструктор, да, гражданский. Измена общей машины. Так вот, вот этот первый искусственный спутник Земли, который был запущен, вот он на картинке, он был запущен 4 октября 1957 года. Это буквально вот 21 августа был первый удачный пуск, потом был еще один удачный, и сразу третий уже привезли нам вот этот вот простейший спутник, ПС-1 он назывался. Простейший спутник, потому что готовился к запуску большой спутник на 1200 килограмм с большим объемом научной аппаратуры. Ну вот, между прочим, простейший-простейший, а именно он открыл наличие радиационных поясов в Земле. Так вот, вот понимаете, с тем спутником-то не успели со штатным, поэтому вынуждены были, вот Сергей Павлович, опять же, это его гений, надо было обогнать американцев, и он сказал, давайте сделаем вот простейший спутник. Шарик. Шарик, 83 килограмма, антенны, два передатчика, бип-бип-бип. И еще, так сказать, датчик анизирующего излучения был. И вот его и запустили, и для американцев это был страшный удар. Они никогда не ожидали, что в Советском Союзе будет вот это явление осуществлено. Они-то на сколько отстали? Значит, они отстали месяца на 4, но у них был не пуск ни на орбиту, а баллистическая траектория. Даже так? Да, вышло на космическое пространство, но не замкнуло виток. То есть она на орбиту, а когда они первый раз вывели все-таки на орбиту? Это было в феврале 58-го года. То есть они что-то такое величное с апельсином? Да, да, и там была масса. И причем этот апельсин, они у них как-то популярно, они не отстыковывали последнюю ступенчину. Да, да, для массы. Вот эти пустые, баки туда на орбиту. Это было, ну, действительно, очень значимое событие и для 20-го века, и для Советского Союза, и для всего человечества. Давайте про Плесецк поговорим, ладно? Давайте. Давайте про Плесецк. А вы-то попали в ракетчики как вот? То тоже так вас сняли из инженеров? Да нет, нет, нет. То есть вы были нормальным военным? Я кадровый военный, я закончил в 1955 году Томское зенитно-артиллерийское училище среднее, вот, и попал служить... Пушкарь или ракетчик? Нет, МЗА, не, не, малогребельная зенитная артиллерия, это 37-мм зенитные пушки, которые воевали во время войны, и 57-мм зенитные пушки. И попал я служить в 95-ю мотострелковую дивизию, город Биск. Ну и там служил вот в чине, в самом главном чине, командиром взвода, старшим в царом батарее, а потом Академия Зержинского. То же самое? Ну только попозже, он уже закончил, а я только через, в 59-м году поступил. Там уже, наверное, в разрезе были блоки. Нет, там у нас, нет, там в тот период, когда я поступал в Академию, значит, ну первое, она была артиллерийская академия, мы ее заканчивали, как артиллерийская инженерная академия, а потом она стала ракетной. Но ракеты там были, значит... По-моему, она называлась военно-инженерная. Военная инженерная академия имени Зержинского, ВИА, писали мы на этих народе. Да, и там они все были разные, и там и были артиллеристы, по-моему. Ну нет, туда все поступали, из авиации поступали, и студенты были, и были вот с наших, с фаршатского договора. Извините, я вмешаюсь. Значит, она была действительно артиллерийская. Но когда вот это было принято постановление, был создан специальный факультет, шестой, ракетный. И вот на базе этого ракетного факультета вот выпустили нас, а потом ее постепенно перевели... А в Вантул-Бауна, между прочим, на машиностроительном факультете был факультет, значит, М6, как раз вот эти вот были по той же части. Ну, наверное. Во всех вузах были специализации. В факультете главных конструкторов, вот так называли. Вот специализация. Вот в 64-м году Академию закончил и попал, и направили служить на космодром. Там он назывался не космодром, а полигон НИП-53. Научно-исследовательский полигон. Уже тогда РСН существовали? Когда появились ракеты? Значит, сейчас я расскажу. Расскажу. Значит, вот Виталий Григорьевич, он четко сказал, что вот 4 старта были построены, начали строиться в 57-м году. И первый командир полигона, Михаил Григорьевич Григорьев, издал приказ номер один 15 июля 1957 года. Вот с этого момента начинается отчет полигона, а потом и космодрома. Вот. Значит, что надо сказать, что в этом году исполняется вот 15 июля 50 лет космодрому, 50 лет космической эры, вот 100 лет исполнилось Королёву Сергею Павловичу со дня рождения и 150 лет первого, так сказать, теоретика космонавтики Целковского. Вот поэтому эти даты значимые, и с 1957 года идет отчет, значит, не как космодрома, а как полигона. Товарищ полковник, вот я все-таки не сумел от генерала-лейтенанта ничего добиться. Я помню этот вопрос. Если надо было применять-то эту вот систему, то вот как мыслилось. Я не успел ответить на этот вопрос. Ну, ты докладывайте. Извините, без ничего, пожалуйста. Докладываю. Значит, после этого спутника основная-то задача оставалась за полигоном. Отработка боевых ракет. Хорошо. И шли испытания вот этой самой «семерки» для того, чтобы принять ее на вооружение Советской Армии. Ее, правда, немножко модернизировали. Стала она называться Р-7А-8К-74, воинский индекс. Это была ракета, которая должна была дежурить вот на этих БСС-ах, боевых стартовых станциях. Вот на этих вот шести местах. Но для нее были вот на нашем полигоне отработаны готовности, методы прицеливания. Готовности позволяли держать ее, значит, в определенной готовности, не заправленную, но в стартовой системе, вернее, даже в монтажно-испытательном корпусе. Потом вывезенную в стартовую систему, но не заправленная. Потом заправленная. Вот это уже с минимальным временем, ну, тогда я могу назвать это время, было где-то чуть больше часа. Это была совершенно недопустимая по тем временам боевая готовность, так будем говорить. Но выжать из кислородной ракеты больше нельзя. То есть ее заправляли жидким кислородом? Жидкий кислород. То есть если в течение часа не запустили, надо перезаправить? Там было четыре компонента. Керосин, жидкий кислород, жидкий азот и еще и перекись водорода. Жидкий азот для охлаждения? Для газификации и для наддувания. Охлаждать там не надо. Там так холодно было. А зачем был нужен перекись-то? А перекись, перекись нужна была для того, чтобы с помощью катализаторов ее разлагать, получать парогаз, который раскручивает турбину двигателей. Вот для чего нужна. А топливная система работала на базе кислород? Вы говорите в прошлом времени, а я говорю, она и сейчас еще работает. И перекись раскручивает турбины. Перекись раскручивает турбину, парогаз, как вот в этих торпедах так раньше делалось в старое время. Так вот, к 59-му году все это было отработано. Кстати говоря, нас с Байконура, вот я в составе группы человек 40, наверное, было зимой 59-го года. Мы приезжали, готовили, помогали, помогали готовить вот этой войсковой части, которой командовал полковник Михеев. Подготовить ракету и поставить ее на дежурство. То есть она должна была пройти все виды испытаний, акты должны быть подписаны, что она прошла все виды испытаний, готова к боевому дежурству. Ну, третья готовность тогда была или четвертая. А в сухом виде-то, в незаправленном, сколько она могла храниться? Сколько угодно. Вот вы поставили ее прямо на улице, сколько угодно можешь ставить, да? Ну, на улице, ну, конечно, что ей будет. Я прошу прощения, вот я ответил на ваш вопрос. А заправка сколько времени занимала? Заправка? Заправка и сейчас занимает всего три часа. Три часа. Это сейчас ты говоришь всего. А тогда мы начинали там пять-шесть часов. После объявления, значит, тревоги по команде на пуск, через три часа она могла уйти, да? Нет, нет, не так, не совсем так. А через сколько? Значит, я боевые готовности не знаю, но вот наши готовности были. Третья готовность, когда собрана ракета, где ракета находится в МИКе, вот. Не проведены никакие испытания. МИК от монтажа-испытательный корпус. Монтаж-испытательный корпус, да. Вторая готовность, когда пристыкован и блок Е, то есть здесь блок Е или Е. Это разборная часть, третья ступень, которая должна уже дальше доводить космический аппарат, а для боевой части это не надо. Нет, для боевой части нет, конечно. Боевая часть уже пристыковалась в последнюю очередь, когда перед вывозом на стартовую позицию. Ну, я просто хочу сказать, что, значит, вот мы заговорили о 57-м годе. 57-й год – это начало, так сказать, полигона существования. Да, потом космодрома Плесецка. Значит, здесь, значит, вот были, строились все старты. Все старты строились. Они располагались на, по реке Емца, вот, по берегу реки, значит, и так шли в рядочек. Вот, первое было, первый старт – это войсковая часть 13973, значит, которая стала впервые на боевое дежурство, вот, что Виталий Григорьевич говорил, что, вот, 1 января 1960-го года. Вот, это одна. Потом стала вторая стартовая станция, то есть, второй пусковой установка, которая стала на боевое дежурство где-то в феврале 1960-го года. Вот, и дальше, в последующем, встали третья и четвертая пусковая установка. Все эти пусковые установки работают, функционируют и находятся в готовности для запуска космических аппаратов различного назначения. Значит, что надо отметить в этом плане? Я хотел бы отметить некоторые этапы, значит, ну, встали на боевое дежурство, на защиту нашей Родины, вот, дежурили, особенно в Карибской кризис, там, вот, ребята, которые служили до меня, там, значит, они рассказывают, что были несколько месяцев, значит, постоянной готовности к запуску. То есть, уже почти в заправленном состоянии, да? Ну, они не заправлены. Мы стояли, у нас поднимали готовность, и мы стояли на дежурстве во время Карибской кризис, но ракеты не заправляют. Нет, заправляют их в последнюю очередь, то есть, можно проводить испытания, все, да. Вот. Значит, здесь надо отметить, вот, первый этап, как из боевых стартов, или боевых стартовых станций, стали космическими. Значит, было принято решение модернизировать, то есть, провести реконструкцию и капитальный ремонт первого пусковой установки. То есть, соответственно, строился 142-е сооружение, то есть, МИГ, монтажно-испытательный корпус более современный, вот, и одновременно работал монтажно-испытательный корпус, подобный, как и на Юге, 14 сооружения, вот. Там проводились испытания ракет-носителей, ракет-носителей и космических аппаратов. Но первое, первое, после реконструкции и капитального ремонта первого сооружения, значит, были произведены два боевых пуска, вот, баллистическими ракетами 8К-74. С зарядами не боевыми, а эквивалентными. Нет, они, да, для того, чтобы испытать, значит, стартовое сооружение, проверить на функционирование все системы и агрегаты наземные, вот, и в то же время провести запуск. Запуск в район Камчатки. Попали? Выполнили, да, выполнили задачу. Это было первый пуск. Круговое, вероятно, отклонение не спрашивает. Нет, 14-го, нет, 14-го декабря первый пуск был и 21-го декабря. Это боевыми. После того, как только проверили, что все работает нормально, одновременно готовился космический аппарат первый, вот, и готовились ракеты для запуска космических аппаратов. Ну, ладно. Это 65-й год. Ну, вот так вот, вспомнили, а, уже 65-й год. Это 65-й, ну, я же, я приехал в 64-м, я же не могу рассказывать. Жалко, время кончается у нас с вами. Жалко, только одно время кончается. А я хотел рассказать еще про космонавтику, вы все интересовались в космонавтике. Ну, вот сейчас в кулуарах пойдем погубить. Нет, я просто хотел, хотел подметить, что, вот, для того, чтобы произвести запуск, боевой запуск или космического аппарата, это огромнейший труд инженеров, испытателей, офицеров, солдат. Значит, а в расчете до боевого порядка 400 человек, в боевом расчете, и каждый должен знать свое место. И свой маневр. И свой маневр, вот так. Ну, вот так вот. Каждый должен знать свое дело и правильно его делать. Идите, товарищи, работайте. Всего доброго, до свидания.